Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Свамона, и находимся мы в 11 главе, дошли до 17 отрывка, до 17 отрывка. Сейчас давайте все соберутся, и мы продолжим, мы продолжим изучать, изучать притчи. Значит, а я сегодня подумал интересную вещь, последнее время в Израиле, я сейчас в Израиле на карантине, да, то есть сижу дома, 14 дней, нельзя выходить, вся семья, мы вообще не выходим из дома, и я наблюдаю дорогу, я живу как раз возле въезда в Иерусалим, и дорога въезд в Иерусалим. И сегодня как раз подумал, что вот последнее время в Израиле, последние месяцы, очень активно, прямо это была тема, что антирелигиозные есть эти люди, антирелигиозные, там Либерман такой есть и так далее, они очень качали тему такую, что по субботам вот надо пустить автобусы. То есть Израиль официально по субботам, это есть такой, как при основании государства Израиль договорились религиозные с нерелигиозными, что суббота это святой день, и суббота ничего не работает, все. Это так принято, я в Европе, во многих странах, Германия, например, по воскресеньям не работает, они верят, что воскресенье надо отдыхать, а евреи в субботу не работают, то есть в истории написано, суббота святой день, все, это знак союза между Богом и еврейским народом. И всегда в субботу все было отключено, все государственные службы там и так далее, и вот последние месяцы буквально начали очень сильно качать всякие такие вот нерелигиозные, антирелигиозные люди, что вот давайте в субботу включим автобусы, вот в субботу будут ходить автобусы, и они прям добивались этого страшно, и вот они добивались этого страшно, а сейчас весь Израиль сидит по домам, и в субботу ни одного автобуса вообще, не то что автобуса, машин нету, потому что некуда ездить. То есть очень важно понимать, что еще раз, у мира есть хозяин, и за любое действие, когда ты идешь против Бога, это как писать против ветра, у тебя никому не советую ни писать против ветра, ни тем более идти против Бога, потому что, ну это, знаете, было еще во времена, когда римляне, когда римляне захватили тогда Израиль, и один был римский какой-то наместник, и он говорил, что говорит, кто такой, Бог там, и он в храм зашел, в общем, против Бога он активно выступал, а Бог ему тогда показал, он говорит, значит, ты умрешь от маленького-маленького животного. И ему залетел комар в ухо, Титус, по-моему, это был, кто это был, комар в ухо ему залетел, и у него этот комар, он жужжал ему в голове, жужжал, пищал и так далее, и он от этого комара и умер, представляете, мучился страшно, что тот захватчик, там военачальник, полководец, а убил его комар, представляете, просто комарик, маленький комарик. Вот так вот, вот такая вот история, поэтому, поэтому очень надо задуматься, очень надо задуматься серьезно о жизненных приоритетах, о том, что в жизни важно, сейчас как раз у нас у всех есть время подумать, есть время подумать, и когда человек бессилен, он в этот момент понимает, что да, вот, вот это я, кто я такой, да, в этом мире, гость, гость. Хорошо, и так, значит, дорогие друзья, мы продолжаем изучать мудрость мудрейшего из людей, царя Соломона, он нам делится в своей книге, это часть Торы, письменной Торы, книга Мишлей, притчи, как работает мир. И он говорит нам в 11 главе, в 17 отрывке, он говорит так, гумель навшо ишхезет, гумель навшо, это воздает душе своей, человек милосердный, веокер шееро ахзари, и разрушает плоть свою жестокие. То есть здесь царь Соломон как раз, он зашел сейчас, у нас было в предыдущем уроке, мы говорили про бизнес, а потом про почет, про славу, а сейчас он, он сейчас нас заводит в сферу психосоматика. Психосоматика это связь духовного состояния с физическим состоянием. На сегодня ученые уже знают, они знают, что эта связь есть, безусловно, то, что человек думает, его эмоциональное состояние влияет на его тело, это как бы доказано, то есть все эмоциональные изменения происходят с помощью гормонов. Но первоначально, вот например, у человека вырабатывается гормон адреналин, гормон стресса, да? Почему он вырабатывается? Человек видит что-то страшное или думает про что-то страшное. Причем для мозга видит или думает абсолютно идентично, потому что то, что мы видим, оно все равно, это свет заходит в глаз, а в глазу этот сигнал, он превращается в картинку в мозге. Иногда человека может тень испугать и он гига боится, да? А иногда он смотрит там на какую-нибудь змею и думает, что она это чучело, а это змея ядовитая, например. То есть в принципе все вначале происходит в голове, в мышлении, а потом как реакция на это вырабатывается гормон адреналин, если он боится, там эндорфин, серотонин и так далее. То есть гормональные изменения в теле, они их начало в психическом состоянии человека. Теперь царь Соломон 3000 лет назад, он нам сказал эту вещь. Он говорит, смотрите, гумель навшо, то есть он как питает свою душу, ну нефеш, нефеш, это животная душа. Это животная душа человека, это то, что оживляет, это духовная часть человека, которая оживляет плоть. И если мы посмотрим на плод человека, да, на руки там, на тело, то это мясо. Вот просто как кто был в магазине, где мясо продают, вот лежат куски мяса. Вот человек, это там 70 килограмм мяса. Мясо с костями, с тяжками внутри. И вот этот вот весь мешок с мясом и с костями, пока не человек жив, этот мешок с мясом и костями, он может двигаться. И что является той духовной частью, которая пронизывает все его тело? Ведь человеку же не надо думать, как двигаться. Он просто, вот я сейчас шевелюсь, у меня рука пошевелилась. Это просто у меня есть некая мысль, некая идея. И рука шевелится. Или я хочу произнести какую-то фразу, у меня язык шевелится, легкие шевелятся. Там сложнейшая система в горле, которая выдает звуки, которые передают мысли. То есть это невероятно все сложно настроены, как компьютер такой, да. И то, что его оживляет, называется нефеш, животная душа. То есть это та часть души, которая входит в тело и которая в теле, как голограмма такая, как, как сказать, вот духовный такой, духовный энергетический, можно так сказать, голограмма тела, которая внутри тела. И эта голограмма, она каким-то образом встроена, духовная часть встроена в клетке, в материю и тело двигается. Теперь воздает своей души. А потом, когда человек умирает, то из вот этого мяса этот нефеш выходит, голограммка такая, она выходит и улетает туда на небо. Как это происходит? Так же, как фильмы летают по интернету, по беспроводному интернету. Мы же сидим в телефоне, фильм смотрим, мы же не удивляемся, как фильм залетел в телефон. Так же, вот эта вот голограмма, она потом выходит из мяса и уходит туда на небо в духовные миры. Теперь, вот этот вот нефеш, это духовная, все равно это душа, да, это душа, хотя она входит в тело, но она душа. Она, когда человек делает хесет, что такое делать хесет? Хесет это бескорыстное милосердие, потому что Бог сказал. То есть, есть два вида милосердия, есть милосердие бескорыстное и есть милосердие корыстное. Что значит милосердие корыстное? Это же милосердие, то есть, ты помогаешь нуждающемуся. Вопрос, почему ты помогаешь? Есть люди, которые помогают, чтобы снять свою боль, им жалко, им больно, и они, чтобы себе сделать лучше, помогают другому, потому что им больно смотреть на другого, и они, чтобы снять свою боль, они помогают другому. В этот момент они делают милосердие, по факту они помогают другому, но это милосердие они делают по отношению больше к себе, понятно? Но это тоже милосердие, то есть он помог бескорыстно нуждающимся. Есть второе милосердие, это когда человеку не больно, он понимает, что все от Бога, он понимает, что Бог каждому дает максимально хорошую ситуацию для исправления вот этой вот души, потому что Бог всех любит, просто одному он прописывает одно лечение, как врач. Он кому-то говорит, слушай, тебе голодать надо, он толстенькому кому-нибудь говорит, толстенький говорит, да я ж страдаю, я ж без еды не могу, а врач ему говорит, послушай, ну тогда умрешь от ожирения, выбирай, или тебе что-то выбираешь, или ты выбираешь пострадать от спорта, от диеты, ну такое лечение, извини, говорит врач толстенькому. А то Синди говорит, нет, хочу только кайфовать, дайте мне еду, врач говорит, все, твой выбор. Точно так же Бог, он каждому выдает, он каждому хочет дать награду, но каждому он выдает лечение в зависимости от его ситуации. И вот человек, я сейчас говорю о втором типе милосердия, второй тип милосердия, когда человек знает, что Бог всем дает максимум то, что должен дать из любви к людям, но так как Бог сказал, есть заповедь помогать, то есть Бог сейчас мне дает возможность выполнить заповедь, бескорыстно помочь другому, то такой человек делает милосердие, но он его делает это по-настоящему бескорыстно, он его делает потому, что Бог сказал так делать, я так делаю. Понятно, да? А не потому, что я делаю, чтобы себе стало легче. Но в любом случае человек милосердный или такой, или такой, в момент, когда он отдает, он насыщает свою душу. То есть вот эта вот душа, это как батарейка, как в компьютерной игре. Когда человек куда-то заходит, он наполняется энергией, туда заходит, энергия падает. Также милосердие наполняет духовной энергией вот эту вот нефиш, душу. То есть есть для каждого предмета в этом мире, есть своя какая-то энергетическая подпитка. Кто-то питается одним, кто-то питается другим, кому-то нужен солнечный свет, кому-то вода и так далее. Нефишу, вот это вот душе, душе, нужно милосердие. То есть когда человек делает милосердие, делает заповеди, он питает свою душу. 17-й отрывок. Гумель навшо ишкесет. Он напитывает свою душу, человек милосердный, и разрушает плод свой, разрушает мясо свое, жестокий. Значит жестокий это тот человек, который он получает удовольствие от страданий других людей. Казалось бы, что как он разрушает свою плоть? Оказывается, вот эта вот жестокость, это как яд такой, и человек, который гневается, человек, который внутри испытывает зло, то он вырабатывает тот яд, который разъедает его же потом здоровье. Есть, мы дальше будем учить, есть царь Самон в одном месте, он говорит, что от зависти гниют кости. То есть человек, который завидует другому, он же в этот момент другому ничего плохого не делает. Он как бы себе внутри ковыряет, ковыряет свои кости, и тот, кто зависть, и там есть вторая еще вещь, тот, кто завидует, и тот, кто не прощает. Бывает, что люди долго копят в себе вот эту вот обиду, и это у них внутри они носят как бы гнойник вот этот вот, который вот они не могут простить. Есть очень сейчас классная система в психологии, можно так называть психологией, называется радикальное прощение. Когда человек пересматривает все свои жизненные ситуации, где у него есть какая-то обида, но он их пересматривает не с точки зрения, чтобы простить, потому что когда ты все равно прощаешь кого-то, у тебя все равно остается, что он виноват, а я его прощаю, но все равно он виноват. Радикальное прощение это когда ты все пересматриваешь, что вся жизнь это добро и уроки для тебя, и тогда тебе не за что кого-то прощать, у тебя нет вообще никаких обид ни на кого, и тогда это не прощение, как обычное прощение, а это радикальное освобождение от всего негатива, который есть внутри. Очень рекомендую эту систему, значит называется она радикальное прощение. Теперь, но царь Соломон 3000 лет назад от бога из Торы, он нам этот принцип сообщил, поэтому я рекомендую радикальное прощение, потому что в Торе сказано, что насыщает свою душу человек Хеседа, милосердие, и разрушает свою плоть жестокие, то есть жестокость, не прощать это тоже в какой-то мере жестокость. Хорошо, 18-й отрывок, 18-й отрывок из 11-й главы звучит так. Значит, Раша, Осе, Паулат, Шекер, злодей делает действие обманное. Сейчас мы узнаем, что это за действие обманное. Значит, он, тот, кто сеет тздаку, сеет милосердие, он получает награду истинную. Что это значит? Вот смотрите. Значит, есть разница между действием, действием, и, наверите, это Паула и Осе, тот, кто делает. Пауэль в Осе. Значит, в чем разница? Я на русском, нет, на русском делает, делает, и так делает, и так делает. Наверите, два разных глагола. Пауэль, это тот, кто делает, но работа не законченная. Осе, это тот, кто делает работу законченную. А? Ну, и один действует, и второй. Только один действует, но работа не закончена, а второй действует, и работа закончена. Вот я приведу пример. Один человек пашет землю. Это он действует, но его действие, эта работа не закончена. Он только начал, он вспахал. Это же еще, ему не нужно было пахать. Ему нужно было, ему нужно было вспахать, чтобы потом посеять, чтобы потом вырастить. И вот, когда он вырастил урожай, это он уже сделал законченную работу. Или, если его наняли, и говорят ему, смотри, ты сегодня пять часов пашешь, сто долларов получаешь. Это тоже он сделал работу. Его наняли пять часов попахать, и он свою работу сделал, сто долларов получил. Понятно. То есть, есть действие законченное, есть действие незаконченное. Теперь, здесь нам говорится следующая разница. Злодей используется, делает, паулат шетер, он делает действия, все его действия, которые он делает, даже законченные его действия, они становятся в разряд незаконченные, и это обманное. Почему? К чему стремится злодей? Злодей стремится только к эгоистическим личным целям. Злодей к чему стремится? Вот, например, возьмем, это я беру сейчас обычный пример. Человек, он не злодей, он просто такой нерелигиозный, бога нет, духовности нет, ничего нету. Ставит себе цель, ставит себе цель, например, купить машину. Купил он себе машину. Значит, казалось бы, цель есть, машину купил. Но он для чего хотел купить машину? Он же злодей, у него какая система координат? Зависть, у него система координат возвыситься над другими, быть лучше, чем другие, и так далее. И он, значит, покупая машину, даже в момент, когда он купил машину, он ни одной из этих целей не достиг. Потому что цель злодея, это возвыситься над другими, это, ну и так далее. То есть он живет в системе координат, то, что называется зло. Теперь купил он машину, а у него в жизни ничего не изменилось. Он уже хочет другую машину, он уже завидует другому соседу. То есть его даже законченное действие, оно превращается в пустоту. Он там хочет накопить денег для безопасности, но он никогда не будет чувствовать безопасность. Сколько бы у него ни было денег, он опять боится. Как сейчас очень много богатых людей, они очень сильно боятся. Они покупают себе аппараты вентиляции легких, там и так далее. Они в панике, потому что хоть ты богатый, хоть ты не богатый. Но если ты уже там в возрасте в опасном, то тогда ты можешь точно так же, не дай бог, в группе риска. И богатство тебя не спасает. То есть люди накапливают богатство, люди рвутся во власть. Для чего? Для того, чтобы почувствовать безопасность. Но их все цели, даже достигнутые цели, превращаются в пылат-шетер, в обманные действия. Потому что то, зачем они бегут, они никогда не достигают. У них нету злодеев ни безопасности, ни спокойствия, ни возвышения настоящего, ни славы, ни почета. Потому что если он действует нечестным путем, то его обязательно кто-то хочет отомстить, кто-то хочет его наказать, кто-то хочет у него забрать, кто-то хочет его посадить. Мы видели, что было правительство Януковича, как они убегали все. Потому что они просто забирали у людей деньги, воровали, грабили явно и открыто, грабили народ. Теперь они, оп, народ восстал, значит, они убежали. Потом второе правительство, третье правительство и так далее. То есть мы видим, что тот, кто не живет в концепции добра, заповедей и бога, он всегда боится. Всегда с охраной, всегда боится, всегда паникует, панические атаки, всегда он хуже кого-то. И всегда он, то есть то, что нам сказал царь Соломон, что раша злодей, усеп и улад шекер. Все его действия, они шекер, они обман, это, ну, иллюзия. Тот, кто сеет злодей, сеет милосердие, это настоящая у него есть награда. И тут очень интересно, красиво объясняют мудрецы. Когда человек сеет, когда он сеет семена в землю, он, такое ощущение, что он их теряет. Они гниют, и он их теряет, у него ничего не остается. У него были семена, он посеял, бросил семена в землю, ничего нету, семена сгнили. Но потом из этих семян начинает вырастать, вырастать, вырастать урожай, который в 50 раз больше, чем то, что он посеял. А если он посадил дерево, то это дерево годами, иногда уже и в следующем поколении, и в следующем поколении это дерево дает плоды. Хотя в момент, когда он его садил, он как будто бы потерял. Теперь тот, кто делает сдаку милосердие, то, во-первых, вот смотрите, например, у меня отец помогал каким-то людям, да, делал добро. Теперь эти люди, даже я их никогда в жизни не видел, но когда там у меня были сложности когда-то в жизни, они мне помогали. То есть он, делая добро, он и себе, и своим потомкам на всю жизнь создает вот это хорошее имя. Человек, когда он делает милосердие, и мы в предыдущем отрывке, что тот, кто делает предыдущий отрывок, тот, кто делает хэсет к другим, он навечно получает награду. Я расскажу сейчас вот напоследок как иллюстрацию, интересная очень история про, я ее часто рассказываю, потому что она для меня такая одна из самых фундаментальных историй, да, что когда-то одного из Ротшильдов, это было во время еще основания государства Израиль, там до этого даже, 30-е годы, 20-е годы, Ротшильд, один из там очень богатых людей, он много, очень много денег жертвовал, давал на заселение земли Израиля, давал людям, помогал, делал очень много ксдатин, милосердия. И как-то его кто-то спросил, скажите, сколько у вас денег? Он говорит, я абсолютно точно знаю, сколько у меня денег. И он достал блокнот и говорит, у меня есть там, и назвал цифру, ну, несколько миллионов, но это было намного меньше, чем люди знали, что у него есть. И когда его спросили, ну, какая-то маленькая очень цифра, у вас же, наверное, больше, он говорит, нет, то, что у меня есть на бумаге, это не мое. То, что у меня есть в имуществе, это не мое. То, что я раздал цдаку, милосердие, вот то, что у меня здесь записано, это та сумма, которую я помог другим людям, которую я раздал на цдаку. Вот это мое по-настоящему, это навечно со мной, это то, что я заберу с собой в духовный мир, а все остальное останется здесь. Поэтому это то, что здесь сказал царь Соломон, наверное, этот Ротшильд учил этот отрывок, 18-й отрывок, 11-й главы, что злодей, все его действия это шекер, это обман, пустота, пустота, все эти битвы, политические битвы, битвы за деньги, олигархи, не олигархи, все это пустота полнейшая. А тот, кто сеет цдаку, это награда истинная, навсегда, навечно. И это то, на чем мы сегодня закончим. Я всем желаю, написано, что Алан Хесед и Банем, мир будет построен хеседом, милосердием. И вот сейчас, когда мир, вся вот эта вот верхняя шелуха, она рассыпается, то люди оказываются, что есть у них только то, что есть у них по-настоящему. А по-настоящему у человека, если он добрый, у него есть отношения с людьми, у него есть люди, которые хотят ему помочь, ему спокойно внутри и спокойно снаружи. Если человек был злодеем, если у него все было построено на каких-то войнах, то он сейчас остался один, ему мучается, страдает и так далее. Поэтому добро, хесед, милосердие и не быть злодеями, то есть идти по путям Бога, это лучший выбор в сегодняшней ситуации. Как говорил царь Давид, То есть твоя поддержка, твой посох и твоя поддержка, они меня утешат. Все, утешат любой ситуации, поэтому все люди верующие в Бога, им есть на что надеяться, Бог всех нас любит и всех нас спасет. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Пока.